Дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня в рамках проекта «Клип краеведения. Православие. Литература. Искусство» мы поговорим с вами о главной святыне Курского края, иконе Божьей Матери, знамени Курской коренной. Литописные источники говорят нам о том, что некий охотник в поисках добычи охотился в окрестностях нынешней современной коренной пустыни, которая находится в 30 километрах от города Курска. И при корне дерева он увидел лежащую ликом вниз икону, и как только он поднял икону, в этом месте забил источник воды. Тот самый источник, который и до настоящего дня дарит нам радость, благодать и умиротворение. В нескольких метрах от места явления иконы Божьей Матери знамени он соорудил часовню, где поставил эту икону. Весть о том, что обретена икона, быстро разнеслась по окрестностям, и люди стали приходить, получая утешение и благодать от Матери Божьей. Мы должны с вами вспомнить о том, какое это было время. Это был самый конец татарской нашествия города Курска в то время вообще не существовало на протяжении уже нескольких столетий. Люди из Немагалия под Игом Агаринским. И Господь дает утешение в виде образа Пресвятой Богородицы. Спустя сто лет священник по имени Боголюб, который совершал богослужение здесь у чудотворного образа, был угнан в плен. Когда русские послы прибыли в резиденцию ханов, они услышали пение, церковное пение. Они увидели этого человека и выкупили его. Он вернулся на место своего прежнего служения. До того, как он был угнан в плен, Агаринским мечом монголо-татарских кочевников икона была разрублена на две части и разбросана в разные стороны. И когда он вернулся к этой часовне, он постарался найти эти две части. И как только их соединил, икона тут же срослась. И на том месте, где соединились две части иконы, выступила как бы роса. И мы с вами должны понимать, что ведь в то время не было ни клей-момент, ни каких-то других подручных средств для того, чтобы соединить древесину. И Матерь Божия являет чудо, которое через какое-то время будет иметь громадное символическое значение, о котором мы с вами чуть позже поговорим. Люди шли, люди молились при Святой Богородице. В городе Рыльский князь Василий Шемяка, услышав о том, что явлен такой образ Матери Божией, повелевает икону принести. Там сооружают храм, но каждый раз икона возвращается на место своего явления. Сколько раз ее не приносили в Рыльск, она все равно возвращалась туда, на берег реки Тускари, где она была обретена. В конце XVI века царь Федор Иоаннович приглашает чудотворный образ принести в Москву. Он повелевает написать по периметру иконы на кипарисовой доске изображение Господа Савваофа, то есть Бога Отца, и тех пророков ветхозаветных, которые пророчествовали о приходе в мир Спасителя, Мессии, Господа Иисуса Христа. Царица Ирина Годунова вышивает пелену драгоценными камнями, жемчугом, украшает икону. И вот эта риза, эта пелена, она и пребывала на иконе до самого конца XIX века, когда икона была из Знаменского собора украдена. Через свой чудотворный образ являют чудеса. Чудеса исцеления, чудеса укрепления веры. Об одном из таких чудес я хотел бы особо сказать. В середине XVIII века в городе Курске у благочестивых родителей Агафии и Исидора Мышниных, которые были купцами курскими, родился сын Прохор. Они были подрядчиками при строительстве Сергиево-Казанского собора, который находится на современной улице Горького. Когда еще строительство велось, отец Прохора Исидор, он умер. И все заботы по строительству храма взяла на себя его благочестивая мать Агафия Фотиевна. И в семилетнем возрасте, когда Прохору было всего лишь семь лет, в отрочестве, он вместе с матерью поднялся на колокольню, оступился и упал вниз. Мать бросилась по ступеням колокольни, уже даже не думая о том, что она своего сына увидит в живых. Но он стоял живым и невредимым. Уже в этом чувствовалось какое-то избрание со стороны Бога в отношении отрока Прохора, который действительно стал впоследствии светильником земли русской и великим чудотворцем, преподобным Серафимом Саровским. Но вот когда он еще был совсем юношей, он заболел. Совершался в городе Курске традиционный крестный ход, который проходил по повелению царя Федора Иоанновича с самого начала XVII века. И планировка города не была такой, как сейчас. Улицы были узкими, витиеватыми. И вот когда совершался крестный ход с иконой Божьей Матери нашей Курской Коренной, в это время палил дождь, ливень. И крестный ход остановился возле дома Машниных. Икону занесли в дом, и Агафья Фотиевна приложила своего сына к чудотворному образу, и он получил исцеление. И мы знаем о том, что преподобный Серафим Саровский, он был избранным угодником Божиим. Он 12 раз в течение своей жизни сподобился явлению Пресвятой Богородицы. Именно о нем, указывая на него, она сказала, «Се есть от рода нашего». Пресвятая Богородица, заступница, усердная рода христианского, она не оставляла своей заботой, своим попечением горожан, жителей города Курска. И во время ополчения, во время того, как сюда пришло войско польского атамана Жалкевского, для того, чтобы осадить Курскую крепость, и люди собрались в Большом Остроге, многие спрятались, женщины, дети, в Малом Острожке. Они молились Пресвятой Богородице, и один из жителей города Курска увидел Пресвятую Богородицу с двумя святоносными ангелами, которая шла по стенам Курской крепости. И мы с вами знаем о том, что Большой Острог был взят, а Малый Острог Курский нет. Пресвятая Богородица заступается за каждого из нас. Совершался и до сих пор совершается многотысячный крестный ход. В 1880 году наш великий русский живописец, художник Илья Ефимович Репин, который из Харьковской губернии приехал сюда, в Курскую губернию, на крестный ход, он был настолько воодушевлен многотысячным, многолюдством этого крестного хода, что он даже написал известную картину, которая так и называется «Крестный ход в Курской губернии». Пресвятую Богородицу почитали и почитают. Но были и те люди, которые отворачивали свой взор от Христа, которые отворачивались и от Пресвятой Богородицы. И в 1898 году произошло невслыханное событие по тем временам, да и по нынешним временам жизни Курского края, когда несколько человек, совсем молодых парней, которым в то время было по 20-21 год, они заложили взрывное устройство под икону в Знаменском кафедральном соборе города Курска. По их замыслу взрыв должен был прогреметь во время богослужения. Шел Великий пост, была крестопоклонная неделя. На воскресное богослужение обычно собирается большое количество людей, и многие жертвы могли бы произойти, если бы взрыв произошел во время богослужения. Взрыв грянул, но не во время службы, а ночью, когда в храме никого не было. Архиерей, который жил рядом здесь же с монашеской братью, поспешили в Знаменский собор, они увидели разрушение крайнее. Чугунная сень над иконой была покорежена. Громадная, большая, тяжелая дверь была сорвана с петель. Стекла в световом барабане самого собора и в домах, расположенных рядом, они просто-напросто повылетали, они были разбиты. Они уже не думали о том, что увидят образ Пресвятой Богородицы. Но каково же было удивление их, когда лишь только на кивоте закоптило стекло, а икона была целой. В 1917 году, в феврале, произошла одна революция, затем вторая революция, в ноябре. И в какой-то из дней, очень тяжелых и злополучных, образ Пресвятой Богородицы из Знаменского собора был похищен. Куряне молились, надеялись на то, что Матерь Божия явит свою силу, и ее икона найдется, будет обретена. Так и произошло. Жительница города Курска, проходя мимо колодца преподобного Феодосия Печерского, который в то время уже пересох, на дне увидела две иконы. Она достала их. Оказалось, что это иконы Пресвятой Богородицы, Знамени Курской Кореная. Одна из них была тем образом, который был явлен в 1295 году. А второй – это список, который был написан курским иконописцем Григорием Адриановичем Шуклиным в 1902 году. Они были очень похожи. Как было можно различить, какой из них подлинник, а какой список, который точная копия. В это время проходила траурная процессия, похороны, и она подошла к священнику, предложила ему эти иконы. А священник никогда не видел образ Пресвятой Богородицы без оклада, без той самой ризы, которую вышивала царица Ирина Годунова. Обратились к архиерею, который пригласил иконописца Григория Адриановича Шуклина, который показал на подлинный образ Пресвятой Богородицы. Когда на небольшое время пришла добровольческая армия сюда, в Курск, когда Красная армия отступала, в 1918 году было принято решение о том, чтобы с теми монашествующими, которые жили в Знаменском соборе во главе с епископом Феофаном, икона покинула пределы России, что было сделано в октябре 1919 года. Зима в то время была ранее на санях, чудотворный образ отправился сначала до Медвенки, затем в Белгород, а затем уже через Ростов, Новороссийск, и икона покинула пределы России. По желанию и по призыву барона Врангеля лишь один раз спустя год икона прибыла в Крым, сюда, в Россию, для того, чтобы от Графской пристани отправиться за границы, за пределы России на протяжении девяти десятилетий. Икона была сначала в Греции, затем в Сербии, потом в Мюнхене, в Германии, и с 1951 года и до настоящего времени она находится в Соединенных Штатах Америки. В 2009 году, после подписания акта о каноническом единстве Русской Православной Церкви за границей и Русской Православной Церкви Московского Патриархата, произошло очень важное событие. Чудотворный образ вернулся на место своего явления. Это было 11 лет назад, и, наверное, многие из вас помнят, какое количество людей собралось, и на крестный ход, и которые потом на протяжении многих часов стояли в очереди для того, чтобы подойти ко Пресвятой Богородице со своими молитвами, своими чаяниями, со своими надеждами. И вот в самом начале нашего сегодняшнего повествования я сказал о том, что когда священник Боголюб соединил две иконы, они срослись в единую икону. Матерь Божия в своем причудном образе знамени Курской Коренной нам говорит о том, что Матерь Божия всегда разделяет судьбу своего народа. И вот как две части иконы соединились, точно так же соединились и две части Русской Православной Церкви. Потому что все мы — чадо Единой Церкви, Церкви Христовой. И мы уповаем и возлагаем надежду на Господа Иисуса Христа, и мы просим о заступничестве Его Пречистую Мать. Мы приходим для того, чтобы поклониться Ей, для того, чтобы прославить Ее, для того, чтобы вслед за Ней пройти крестным ходом, и для того, чтобы сказать Пресвятая Богородица, спаси нас. Я желаю всем вам помощи Божией, предстательства и заступничества Божией Матери. И до новых встреч!